Привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я расскажу о своих покупках из магазина FixPrice. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Вот такое гигантское пакетище, всякое всячное, мы купили в магазине FixPrice, в котором уже, к сожалению, все стало стоить 49 рублей. И некоторые вещи там покупать стало совершенно невыгодно. Но все же есть мелочь, которую купить там выгодно. Поэтому раз в несколько месяцев все же в FixPrice я захожу. В связи с недавним переездом я озадачилась покупкой различных контейнеров, которые мне нужны были для хранения всяких мелочей. И вот как раз-таки первое, что я вам покажу, это вот такой контейнер. Ну, обычный самый пластиковый контейнер с крышкой. Купили мы таких несколько штук. Нужен он мне для того, чтобы ставить его в ванну, в этажерку для косметики, чтобы удобнее было расфасовать косметику по категориям. Например, в один контейнер складывать предметы для лица, в другой для волос и так далее. И чтобы у меня все по этажерке не каталось туда-сюда. Очень удобненько складывать в контейнеры. Крышка вот эта, в принципе, я считаю, не слишком-то функциональная, потому что она никак здесь не защелкивается, просто сверху закрывается. Не знаю, в общем, крышка, мне кажется, совершенно не нужна. В принципе, неплохой контейнер. Но не могу сказать, что прям супер-пупер качество, потому что пластик здесь, ну, очень тонкий. Вот, я думаю, вы видите, как он сильно гнется. Поэтому мне кажется, что если я его нагружу чем-то тяжелым и попытаюсь приподнять его за ручки, то я думаю, он треснет. Но я постараюсь этого не делать. Ну и все-таки за 49 рублей вполне нормальная вещь. Пока я снимала, как-то внезапно стемнело за окном, поэтому пришлось включить свет. Ну да ладно, перейдем, значит, к следующим покупкам. Следующее, что я вам хочу показать, это опять же контейнер, но уже немножко другой, поменьше размером, прозрачный, с плотно закрывающейся крышкой. Я эту коробочку собираюсь использовать для хранения таблеток. Мне кажется, это будет очень удобно. Все видно, не надо открывать, чтобы посмотреть, что там лежит. Плотно закрывается, вот, до щелчка. В общем, классная штука. Если вам нужно что-то подобное, присмотритесь. Итак, следующая покупка. Это вот такая странная, на первый взгляд, штуковина. А на самом деле, это самая обычная толкушка для картошки. Выглядит она довольно странно, но так как я не смогла найти самой обычной, стандартной металлической толкушки с дырочками, ну, я думаю, вы все поняли, о чем я говорю, пришлось мне взять в фикс прайсе вот этот странный агрегат. И скажу вам честно, я уже не удержалась и попробовала ее в действии. Могу вам сказать, что, в принципе, эта штуковина весьма неплоха. За счет вот этой пружины делать пюре получается намного быстрее, чем обычной механической толкушкой. Не знаю вообще, я довольна этой штукой. Хоть она и как-то странно выглядит. Единственный ее минус, что она занимает довольно много места в кухонном шкафчике. Следующая покупочка, это просто суперполезная и необходимая для меня вещь. Это набор для самодельных масок. Давайте раскроем его. Так, я вам покажу поближе. Состоит он, значит, из... О, Костяберас. Видите, его оказалось не так-то и просто. Состоит он из такой мисочки, из мерных ложечек трех размеров и лопатки с кисточкой. Честно, для меня это просто необходимая вещица, потому что я очень часто делаю различные самодельные маски, как для лица, так и для волос. И теперь с этой штуковиной, я думаю, это будет намного проще. Не придется пачкать никакую посуду. Плюс вот эта мисочка такая глубокая. И когда размешиваешь здесь маску, ничего не будет выливаться за пределы миски. В общем, супер штука. Если вы такой же любитель домашних масок, как и я, обязательно присмотритесь. Итак, следующая покупка. Ага, теперь мы перейдем к посуде. Как я уже говорила, мы недавно переехали. И, соответственно, мне понадобилась новая посуда. Тратиться и покупать что-то очень дорогое мне не хотелось. Я решила сначала попытать удачу в магазине FixPrice. Думаю, вдруг, вдруг, что-то я найду классное и подходящее для кухни. И мои надежды оправдались. Первое, что я заприметила, это вот такие бульонницы. Они были разных цветов. Я прикупила 4 штуки. И все вот в таком коричнево-красном цвете. Очень хорошо они сделаны. Вообще нет никаких претензий по качеству. Классные. Произведены они, кстати говоря, в городе Химки, в Подмосковье. Поэтому, кто боится есть из китайской посуды, не бойтесь. Потому что это не Китай. Это наше отечественное производство. Ну, в общем, классные, глубокие, две ручки. Кушать суп, я думаю, из них будет очень удобно и приятно. Поэтому я довольна на все 100. Следующее, что у нас относится к посуде, это вот такие вот мисочки беленькие. Такие вот симпатичные, с невзрачными узорчиками. Опять же, очень хорошо сделанные. Классное качество. За такую цену так вообще супер. В других хозяйственных магазинах подобного плана тарелки-миски стоят в разы дороже. Поэтому я довольна на все 100. Советую присмотреться. Итак, последнее из разряда посуды, что я хотела бы вам показать, это вот такие тарелочки. Опять же, по качеству нет совершенно никаких претензий. Хорошо сделанные. Рисунок не облазит, не стирается. Вот хотела бы придраться, но, честно, вот не к чему придраться. Хорошее качество. Присмотритесь. И следующие наши покупки уже были связаны с подготовкой к Новому году. И, значит, основная покупка, это, конечно же, елочка, которую вы видите сзади меня. Чуть позже я вам покажу ее крупнее. А помимо елочки мы прикупили, да, мишуру. Как же без мишуры? Какой же Новый год без мишуры? Выбрали мы их три штучки. Это такой фиолетовый цвет, красный и золотая. Она находится под елкой, я вам покажу чуть позже. Как-то больше, чем три штуки брать я побоялась. Подумала, ну, мало ли они окажутся какого-то плохого качества. Возьму штучки три на брогу. Но мишура действительно хорошая, у нее ничего не облетает. Так что я думаю, что мы вернемся в фикс прайс и докупим еще несколько цветов. Давайте перейдем к елке. Вот она наша небольшая елочка. Честно говоря, не смогла удержаться и не нарядить ее. Поэтому показываю вам елку в уже наряженном, собранном состоянии. Да, и мне кажется, в принципе, так смотреть намного нагляднее, чем если бы я показала вам елку и игрушки в упаковках. Елка по качеству неплохая. Она не очень пушистая, не слишком устойчивая. Но, девчонки, она стоит 49 рублей. За 49 рублей качество, я считаю, очень даже классное. В других магазинах аналогичные по качеству и по размеру елки стоят значительно дороже, начиная от 150 рублей и выше. Игрушки в этом году мы решили подобрать в такой фиолетово-красно-золотой гамме. Игрушечки все очень миниатюрные, такие симпатичненькие. Тут есть как и звездочки, и шарики, и вот такие милые колокольчики, красные бусики. Все такое очень маленькое и отлично подходящее именно для таких небольших настольных елочек. Пока снимала елочку, окончательно стемнело, поэтому мне пришлось переместиться. Хотела вам еще вот что рассказать. Когда мы покупали такую небольшую елку, столкнулись с проблемой, где достать на эту елку наконечник. Все наконечники и звезды, которые продаются в магазинах, они обычно все очень большие и предназначены для стандартных напольных елок. И смотрятся на таких маленьких настольных елочках, ну, крайне нелепо, на мой взгляд. Но все же мы нашли выход из этой ситуации. В том же фикс прайс мы увидели набор, состоящий из трех игрушек вот таких. Они были подвешены в ряд на картончике. И нас с мужем осенила идея, как сделать из этой игрушки верхушку для елки. Мы просто сняли вот эту вот штучку с веревкой, подрезали кончик, чтобы отверстие было пошире. И вот из вот такой игрушки получился вполне себе симпатичный и подходящий нам по цветовой гамме наконечник для елочки. Ну вот, девчонки, и в принципе все покупки, которые мы совершили в фикс прайс в этом месяце. Буду очень рада, если видео оказалось для вас интересным и полезным. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok